Урок мобильной грамотности прошел в первом лицее Славянска на Кубани. Его организатором стал альтернативный оператор мобильной связи Теледва. Во время урока ребята познакомились с историей развития сотовой связи, основными принципами ее работы, а также узнавали основные правила мобильного этикета. Сегодня о том, что такое мобильный телефон, ребенок узнает раньше, чем берет в руки букварь. При этом мало кто знает, какой длинный путь прошла сотовая связь, прежде чем стала доступна широким массам населения. Восполнить этот пробел в знаниях взял на себя оператор мобильной связи Теледва. Недавно в Славянске на Кубани был запущен скоростной мобильный интернет Теледва, и теперь все его возможности доступны жителям района. «В Славянске компания Теледва запустила скоростной интернет, поэтому у жителей, у детей в том числе появилась возможность пользоваться всеми преимуществами быстрого интернета и скачивать видео, слушать музыку, пользоваться всеми-всеми приложениями. Ну и в связи с этим появляются, возрастают определенные риски, чтобы не заблудиться и не зайти туда, куда не нужно, на бескрайних просторах интернета. В том числе этому этот урок и посвящен». Во время занимательного урока ученики шестых классов познакомились с историей развития сотовой связи, узнали об изобретателях радио и телефона, познакомились с принципами организации телекоммуникаций. С большим интересом школьники слушали, как устроена сотовая связь, как передается сигнал и осуществляется связь между абонентами. Ребята получили практические советы, как пользоваться телефоном исключительно с пользой и не стать жертвами мошенников. Специалисты также рассказали о базах мобильного этикета. Например, о том, что нужно выключать телефон, находясь в кинотеатре, музее или на уроке, быть культурным, вежливым и тактичным во время общения. «Мне очень понравился урок. Я сам больше запомнил, что сеть разбросана везде и на всех материках. И можно звонить куда угодно. Землю может связь восемь раз за одну секунду обойти». «Благодаря этому уроку я узнала, что нам не нужно проверять смс-сообщения, которые приходят от незнакомых номеров, и внимательно смотреть сообщения в почте». «Мне очень понравился этот урок. Я узнала, что связь развивалась постепенно. На сегодняшний момент связь очень хорошо развита. И её скорость очень большая. Она равна примерно скорости света». Приятным завершением урока стали подарки от компании «Теле2». Ребята смогли сфотографироваться на память о встрече в специальной фотокабине, а также получили фоторамки. Стоит отметить, что такая социальная акция «Теле2» не является единичной. В ближайшее время уроки мобильной грамотности пройдут и в других городах юга России. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».